Продажа бритв от Фридриха Хердера это одна из наиболее старых немецких компаний по производству бритв и не только бритв. Полный обзор об истории этой компании, об их бритвах можно увидеть по ссылке в аннотациях. Когда-то до мной я привозил целый ряд подобных бритв. Это модель номер 77, она отличается от тех бритв, в первую очередь своим дизайном. Но сталь здесь использована скорее всего та же самая, потому что в заточке на тестах ведет себя точно так же как и те самые Хердеры, которые были ранее. Бритва ориентировочно начало 1900 плюс-минус, тут по ряду параметров в принципе в каталоге можно посмотреть и по клейму. Сами параметры вот такие вот у нее, как я указал справа, выборка примерно наполовину, улыбчивая кромка. Ручка сделана из синтетики, скорее всего пластик. По бритве есть следы времени, это не клинок с консервацией, но что было можно, все вычищено. На клейме можно видеть название компании, Зоринген, Пика и скрещенные ключи символика, вернее торгового марка Хердеров и номер 77. На обратной стороне также можно видеть скрещенные ключи. Локальные среды времени есть, но в принципе именно грязь, коррозию, все это вычистил, убрал, выглядит в принципе симпатично. Геометрия неплохая, кромка равномерная, бритву вот только что заточил. В заточке, повторюсь, очень понравилось. Сталь в принципе та же самая, что и на тех Хердерах. Выборка такая, ближе к половине, носик граненый, с обеих сторон от носика сняты фаски. Клинок полностью вычищен, есть насечка снизу, такая же, кстати, как и на тех Хердерах, она не глубокая снизу, видимо, ну опять же, в один период, скорее всего, делали и насечка сверху, довольно крупный хвостик из такого нетипичного. Закрывается аккурат по центру, плотно, ручка, повторюсь, синтетика, пины, шайбочки, низельбер, вот, и при этом пластик, он такой сделан, немножко под кость, тут у него есть такие прожилки, ну не в самом пластике, я имею в виду, а по перепадам цвета. Клинок, скорее всего, тоже пластик черного цвета, вот, нижний пин оригинальный, верхний я менял при ремонте, поставил, в принципе, реплику, вот, так что внутри ручки здесь тоже все вычищено, все аккуратно, все хорошо. Покажу, как тесты проходят. Хороший клинок, размер тут, получается, 5 восьмых с плюсиком небольшим, правильная улыбка, вот, я думаю, в коллекцию, тем, кто собирает по хердерам, подойдет замечательно. Вот, да и так просто бритье кому-нибудь, самое оно, это лучшее, одно из лучших, что делали немцы по опасным бритвам, отличная сталь, отличный баланс, ну, ряд характеристик, одни из самых хороших по немецким бритвам, вообще из Золингена, ну и сама марка довольно старая, я, наверное, еще в описании к ролику тоже укажу ссылку, но тут большой обзор, если вдруг кто пропустил в свое время, сейчас самое время его посмотреть, там много интересной информации, именно по этому производителю, поставили, там кое-что есть, вот, править бритву эту как улыбчивую нужно будет, как можно видеть тут и к носику такое закругление есть, и к пяточке, вот, ну, никаких особых проблем она вообще вызвать не должна у пользователя. Заточена с одним слоем изоленты, вот, на тестах можно бесконечно распускать, заточена отлично, как всегда. Оригинального футляра в комплекте нет, продается как есть, ну, можно что-нибудь для транспортировки в комплекте приложу. Кому интересно, обращайтесь.